Ну а скачать игру на свой телефон, айфон или планшет вы можете абсолютно всегда по моей ссылочке в описании. А вот активировать мой промокод хэштег Ларенца вы можете всего лишь один раз. Ну а за активацию моего промокода вы получаете приятные бонусы на старте игры. Промокод работает на абсолютно всех серверах Бэк Раши, но лично я играю на сервере Вайт, где рекомендую вам регистрировать свой аккаунт. Всем пламенный привет и добро пожаловать на новый видосик. Сегодня мы будем скупать тачки на авторынке и после проверять их багажники. Ну и для видоса я сегодня позвал своих подписчиков, которых вы видите уже сейчас на заднем фоне, немного балуются. Надеюсь, нам сегодня повезет и мы вытянем ценный дробь. Ну а вы можете заранее поддержать нас своими лайками. Ну что ж, друзья, прямо сейчас я передаю своим помощникам по 3 миллиона рублей, именно такой бюджет мы с ними обговорили. Каждому из нас необходимо купить по 3 машины в пределах 3 миллионов рублей. Первые 3 миллиона залетают термину на баланс и вторые я отдам вот этому вот Саше. Это тоже мой подписчик. 3 миллиона рублей подтвердить обмен. Самое главное, чтобы меня не забанили и администраторы не подумали, что я просто так раздаю им по 3 миллиона. Нет, это, ребят, не просто так. Ну и соответственно все втроем мы залетаем на авторынок и у меня потеряно соединение к серверу. Зашибись. Ну все, я перезашел в игру и тоже залетаю на авторынок. И мне необходимо купить 3 автомобиля и желательно с жирненькими багажниками. Ну и я буду действовать по старой проверенной доброй тактике. Буду стараться покупать автомобили с самым наибольшим пробегом. Вот, кстати, у нас тут уже Санечка бегает, проверяет ПТСочку вот этой вот Бэхи. А я вижу вот такой вот Чирок. ПТС покажи, джип Гранд Чироки номера он снял, но у нее пробег 1845 километров, что в принципе неплохо. Также тут имеется у нас прошивка Спорт и Нитро Икс 10, из-за которых он сейчас загнет мне скорее всего цену. Цена 500к. Ну, в принципе, как я и предполагал. Гоу, покупаю. Первая тачка у меня есть, обойдется она мне в 500 тысяч рублей. И я надеюсь, это будут не просто потраченные деньги, а здесь есть что-нибудь в багажнике. А он еще пытается меня заскамить и кидает мне за 505. Нет, братан, мы договаривались за 500. Почему-то все пытаются заскамить у Лоренза. Вот теперь цена нормальная. Игрок Тайнер Прайм предлагает продать вам транспорт джип Гранд Чироки за 500 тысяч рублей. И первая тачка залетает ко мне за 500 тысяч рублей. Проверять багажник у данного автомобиля сразу я не буду, потому что потом, когда мои подписчики тоже купят себе тачки, все вместе мы одновременно будем проверять багажники того, чего мы напокупали. Поэтому этот Гранд Чироки я просто выгружаю из сервера. Бюджет у меня остался 2,5 миллиона рублей, и давайте зайду на авторынок среднего класса. И здесь я планирую что-нибудь купить в пределах 1 миллиона. ПТС. Продам ИСП, Нитро, ИХС-10, Фулсвет, Гидро, Пневма, 1,4КК, Торг, Ща. БМВ, М5, Е34, номерные знаки он не снимал, но пробег здесь всего лишь 622 километра. И он утверждает, что на этом автомобиле у него установлена Гидро. Конечно, есть желание купить этот автомобиль, чтобы чисто проверить, есть ли здесь Гидро на самом деле. Но, к сожалению, это не та рубрика, где я еще кидал, поэтому данный автомобиль я покупать не буду из-за слишком маленького пробега. ПТС. Ооо, а вот этот вариант уже поинтереснее. Здесь у нас Ниссанс Канлайн, пробег 2300 километров, но здесь стоит прошивка Спорт Плюс, из-за которой он сейчас загнет мне слишком высокую цену, но давайте узнаем. Цена 1,2. Ну, в принципе, Скай на Спорт Плюс за 1,2 в целом-то и неплохо. Не слишком-то он и задрал цену. Гол 1,1 заберу. Ну, а что, попробую торгануться у него на соточку, он согласился. Гол, в принципе, за 1,1 это неплохой вариант. Игрок Нека Алиев предлагает продать вам транспорт Ниссан Скайлайн за 1,1 миллион рублей. Покупаем. И, ребята, вторая тачка за 1,1 миллион залетает ко мне, хотел сказать, в инвентарь, но залетает она ко мне в автопарк. Точно так же я сохраняю интригу, сразу же не проверяю багажник и просто выгружаю ее из сервера. Я потратил 1,6 миллиона рублей, мой бюджет остался 1,4 миллиона рублей. И за 1,4 миллиона мне сейчас нужно найти какую-то еще машину, желательно с хорошим пробегом. Ну и, естественно, мне стало интересно, что там покупают мои подписчики. И прямо сейчас Санечек покупает у нас BMW X5. Интересно, за сколько он его приобретает. ПТС. Ля какая лапа! Аааа, пробег 11 тысяч километров. Но, блин, вряд ли он мне ее продаст за 1 миллион 400. Ну, чисто ради интереса давайте спросим цену. Цена? 2,4 SP Drift FS. Блин, он продает ее за 2,4. И там пробег 11 тысяч. Очень сильно охота купить эту тачку. Ладно, давайте я нарушу немного правила и добавлю себе 1 миллион. Я думаю, ребята, не обидятся. 2,3 прям край. Гоу за 2,3 беру. 11 тысяч пробега. Я надеюсь, в этой тачке в багажнике, ну, хотя бы какой-нибудь скинчик пивозаврика заваляется. Ну и вы не думайте, естественно, я своим подписчикам признаюсь, что я немножечко нарушил правила и купил одну тачку чуть подороже. Игрок Dersart предлагает продать вам транспорт BMW M5 E60 за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Покупаем. Ну и третья тачка залетает в мой, так сказать, автопарк на багажнике. Ну и наконец-то самое интересное. Теперь мы будем вскрывать багажники автомобилей, которые мы купили. И начинает у нас термин, у которого ничего в багажнике нету. Фух, ну что ж, теперь моя очередь. Смотрим, что есть у меня. Не, ну, в принципе, в принципе у меня ничего нету. И у Санька у нас 2 бустера и 2 ремки. Получается, по первым тачкам у нас выигрывает Санечек. Так, друзья, ну что ж, так скажем, второй раунд и проверяем автомобили, которые мы купили вторыми. Ну я, правда, не знаю, в каком порядке ребята проверяют свои тачки, но я проверяю в том порядке, в котором я их покупал. Ну и самый первый проверяет у нас Санечек. Че там у него лежит? Интересно. А у Санечка опять багажник не пустой и там лежит целый скин бомжика. И больше у него ничего нету. Так, теперь у нас проверяет багажник термин. И у него опять пустой багажник, ничего нету. Ну, будем надеяться, что в третьей тачке ему повезет. Так, проверяю я свой багажник и... И ни хера, абсолютно пустой, просто вычистили. Ну что ж, друзья, третий, самый последний решающий раунд. М-ты так совпало, что в третьем раунде у нас у всех BMW. Ну и давайте в этом раунде, так скажем, я начну первый. Ребята, правда, еще не знают, что я чуть-чуть нарушил правила и эту тачку купил чуть-чуть дороже. Фух, 11 тысяч пробега. Надеюсь, там багажник не пустой. Ну, конечно, небольшое такое разочарование. Все, что имеется, это три маски. А у Санечки в этот раз абсолютно пустой багажник. Ну, надеюсь, хотя бы термину повезет и там что-нибудь выпадет в багажнике. Но хотя по его реакции снова ничего у него нету. Ну что ж, вот такой вот видосик получился. Мы потратили 9 миллионов рублей, но, к сожалению, нам сегодня не повезло. И наши багажники оказались абсолютно пустые. Поэтому, ребятки, ну, по-братски, поддержите этот видосик лайком. Ну и также можете подписаться на этот канал.